В марте-майе Донецкая область подачи пророссийских сепаратистов накрыла волна насилия. Вооруженные палками люди легко захватывали административные здания, практически не встречая сопротивления. Первые несколько месяцев беспорядков милиция даже не пыталась использовать против них спецсредства. В течение марта-апреля сепаратисты установили свои блокпосты вдоль основных автомагистралей области. Редко они вели совместное дежурство с работниками ГАИ, которые на присутствие на посту посторонних, зачастую у вооруженных людей, не реагировали. Все это дает право подозревать Донецкую милицию в непрямой поддержке сепаратизма. В этом милицию подозревает и исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. В частности, 29 апреля он потребовал от министра внутренних дел Украины Арсена Авакова уволить руководителей милиции на Донбассе. Я требую от министра внутренних дел уволить руководителей областных управлений внутренних дел в Луганской и Донецкой областях. Будут освобождены от должностей все представители силовых в структурных местах, которые не способны выполнять свои профессиональные обязанности. Те так называемые правоохранители, которые предали Украину и начали сотрудничать с террористами, будут отвечать перед законом, заявил он. Турчинов признал, что подавляющее большинство силовиков на востоке страны не способны выполнять свои обязанности по защите граждан, поэтому в этих регионах необходимо провести полное обновление. Милиция финансируется из бюджета государства Украина, при этом многие ее сотрудники оказывают содействие террористам, пытающимся развалить страну, то есть совершают акт агрессии по отношению к государству, защитниками которого они должны быть. Хотя вряд ли саботаж донецкой милиции должен был кого-то удивить. Еще в 2013 году исследование, проведенное Институтом социологии НанУкраины, показало, что милицию полностью доверяет лишь 1% населения Украины и скорее доверяют 8%. Милиция – структура авторитарная по своей сути, даже в чем-то тоталитарная, связанная круговой порукой. Государство в государстве. Украинская милиция чувствовала себя особой кастой, которая имеет исключительное право на насилие и применяет его не в соответствии с законами, а по своему усмотрению, не забывая о собственном обогащении. Безусловно, существование такой модели правоохранительной системы невозможно в Европе, зато в России подобная система существует и более того является главной опорой режима. Милиция подсознательно чувствует возможность сохранить свой статус в интеграции в Россию, в сепаратизме, либо блокировании евроинтеграции Украины. Показательно, что в тех регионах, где существуют сильные организации самообороны, действия сепаратистов не имеют успеха. Рассмотрим примеры преступного бездействия Донецкой милиции. 3 марта милиция ничего не сделала, чтобы пресечь штурм здания Донецкой областной государственной администрации. На видео зафиксировано, как милиция бездействует, когда боевики ломают забор у административного здания, а неизвестный мужчина дает правоохранителям команды не вмешиваться. В итоге здание было занято боевиками. Когда они сносили ворота во внутренний двор, лидер сепаратистов Павел Губарев, который объявил себя народным губернатором, уже находился во дворе, куда его провели милиционеры, и давал им сигналы, чтобы они не оказывали сопротивление. 5 марта во время проукраинского митинга сепаратисты имели возможность безнаказанно избивать его участников. Милиция не предпринимала никаких превентивных мер, чтобы избежать побоища. 13 марта во время проукраинского митинга при полном попустительстве милиции сепаратистами были избиты около 50 человек. Одного из них зарезали. Милиция лишь наблюдала избиение. 31 марта сепаратисты на глазах работников милиции в Донецке разгромили автомобиль только из-за того, что на нем был маленький флаг Украины. 29 апреля во время марша за единство Украины милиция не мешала сепаратистам пройти к колонии проукраинских граждан и напасть на нее. Людей жестоко избивали палками и арматурой на глазах у правоохранителей, которые бездействовали. Очевидцы утверждают, что щиты для нападения на патриотов сепаратисты получили из рук милиции. В сети опубликовано фото, на котором видно сепаратистов, складывающих в гору щиты, возле них стоит сотрудник милиции. Есть редкие исключения, вроде начальника милиции Горловки Андрея Крищенко и его заместителя Германа Преступы, которые до последнего обороняли свой город делать сепаратистов. Проблема только в том, что подчиненные своих руководителей практически не поддержали. Представители бывшего спецподразделения «Беркут» вообще с георгиевскими лентами на рукавах охраняют общественную безопасность на футбольных матчах. Именно попустительство милиции помогло сепаратистам окрепнуть регионы. Именно оно помогло им вооружиться. Бездействие милиции позволило сепаратистскому движению перерасти в террористическое. Сепаратисты смогли безнаказанно вооружиться, пытать и похищать людей.